Жуки-вредители поедают урожай в семее. Горожане в панике и просят провести масштабную дезинфекцию. Что ответили в Центре фитосанитарной диагностики, знает Зауреж Бетимбаева. Файзила Айдакан Казе выращивает редис на продажу. Но в этом году он, женщина, уже терпит убытки. Все листья уничтожают жуки-вредители. Жук похож на колорадского, только цветом отличается. У нас красно-черные. Насекомое поедает листья, но даже и сам редис чернеет. И такая ситуация в каждом огороде. Жители поселка Холодный Ключ. Вывезти вредное насекомое самим трудно. Магазины и химические средства не помогают. После дождя вредители опять появляются. Говорят, такого нашествия не было никогда. Они появились, я с первой заметила это на остановке. Но я не обратила внимания. А когда я пришла домой, я когда увидела ровь этих жуков, я вообще ужаснулась. А еще мы не знаем нам, как она вред принесет человеку и организму. Мы тоже вот насчет этого думаем. Это невозможно. Эти жуки могут съесть нашу капусту, клубнику. Они везде и всюду, они все съедают. Мы можем остаться без огорода. Домой захожу, они на мне, уже жуков убираешь, они же кусаются еще некоторые бывают. Потому что больно. И аллергические же укусы могут быть. Люди также отмечают, что жуки размножаются с большой скоростью. На место приехали сотрудники Центра фитосанитарной диагностики. Насекомых они отвезли в лабораторию. Как подозревали сами жители, вредителем оказался рапсовый листоед. Нашествия рапсовых листоедов раньше у нас в области не было. Эта насекомая не относится к классу особо опасных карантинных вредителей. Травить расплодившихся вредителей жители должны сами. Местный исполнительный орган отвечает только за общественные места. Биологи семьи говорят, что эти жуки с наступлением жары уходят под землю. А местные жители настаивают на дезинфекции. Хотя бы на главных улицах поселка и возле остановок. Пока же этот вопрос на стадии рассмотрения. Заври Жбетимбаева, Дамир Айткужанов, Семей, Первый канал, Евразия.